Как ты у меня эти деньги хочешь взять? Взаймы, что ли, или как, по-дружески? А? Ах, братец ты мой! Как погляжу я на тебя, нет в тебе никакого образования. Ты должен ждать, покуда от меня тебе милость будет. Может, я тебе деньги прощу, а может, заставлю один раз пургурнуться, вот и квита. Ну, почем ты душу мою можешь знать, когда я сам ее не знаю, а? Ах, хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. все зависит в каком я расположение на все воля ваша тарах тарасович но что у меня топирич и душа с телом расстается ну вот ну вот так будто и сперва начал прежде всего покорность теперь я так понимаю 400 рублев для меня все одно что хоть фу но уж за эти деньги ты у меня будешь служить цельный год вот какое звание тебя определю уж вы мне теперь скажите тарах тарасович потому мое дело такое тятенька опять же знакомства много как в городе мы были на знати сами тоже в купеческом звание быть тебе братец мой у господина хлынова запивалась от тебе чин от меня стран стран перед своим братом стран тарах тарас страма иди в солдата никто тебя не задерживает позвольте подумать тарах тарах тарасович опять дурак и невежа давно это сенатором стал что думать захотел думают умные люди а вот ежели тебе думать захотелось отправить тебя обратно в рестантскую вот там тебе и думать будет способней народы народы нет тарах тарасович вы мою молодость не губить народы а как вам значит будет угодно так пусть и будет ну недолго думал уйди к черту уйди 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 листар листар появляется аристар листар ну где ты врач мой пропадает да подожди ты подожди безобразный эй вы там посуду бройте в капкан там не попадите капкан на хорька поставлен эх предслуга тоже неплошь хозяина да да не не говори не говори да там ничего змей змей под деревом ой хлынов испуганно залезает с ногами на кресло ой ой листар листар зачем у тебя змеи как ты братец мой довольно глуп он еще укусит кого-нибудь а ты умен ты он же бумажный аааа я и он склеил сушить поставил а для какой на ободомности а вечером пускать будем с лодки с фонарем а к лодке понимаешь я такую машину придумал и колеса заказал будет как за место пароход я тебе думать приказал куда меня девать сегодня вечером слушай безобразный а я уж придумал придумал идите-ка сюда иди-ка сюда да да слушайте тут неподалеку есть барин по фамилии Хватской дом он свой весь переломал и сделал из него театр а сам живет в бане ха-ха-ха-ха ну купил там декорацию париков лысых и всяких только не смотреть не представлять у него театр некому в деньгах очень нуждается и весь свой театр продается без сцена погоди-погоди листар зачем все эти рации разводят погоди погоди тут что-то на дело похоже ну само собой стану что ли я зря то а ты слушай безобразный что дальше то будет вот я сейчас поеду и куплю у него все эти костюмы а вечером вечером мы всех людей нарядим разбойниками шляпы у него есть такие огромные с перьями разбойники у нас будут не русские а а такие понимаешь такие как вот на театрах показывает а какие вот чего не знаю того не знаю а а и сами нарядимся как слушай безобразный я пустынником листар листар ну почему ты пустынник а чего ты понимаешь чего ты понимаешь то при разбойниках завсегда пустынник находится так смешнее а и выйдем мы все в лес на большую дорогу слушай барина барина атаманом нарядим о потому что вид то у него строгая и опять же эти вот усы и тебя тоже нарядим как разбойником слушай да тебе и рядить то немного надо да он и так похож а в лесу ночью ей богу точь-точь и будь ну братцы мои такие забвения ты не приходи на ну да станем и в свистки свистеть останавливать прохожих и проезжих и катаман уводить о вверх напугаем до смерти потом допьяна напоим и отпусть Это превосходно придумано. Мы прежде с народом репетицию делали. Обязательно, обязательно. Это отличная будет штука, такая благородная и приятная штука. Веселый чат, я тебе. А то я уже был тут и сдох со скуки. Ну что, безобразный. Да, да, да. Это даже довольно жаск. Ну, валяйте, валяйте, закупайте, закупайте, а я пойду. Куда? В сосну. Эй, народы! Народы! Народы, спать! Забирай, забирай. Слуги уносят Хлынова. Поляна в густом лесу. Большой бревенчатый сарай для сена с дырявой соломенной крышей. Вдоль стены сарая лежит бревно на двух обрубках дерева. За сараем густые заросли кустарника, лес и между деревьями едва заметная кружит дорога. Из леса выбегает Аристарх в костюме пустынника. За ним выходит Хлынов в бархатной шапочке с перьями и барин с большими усами в широкополой шляпе. У всех за поясами бутафорское оружие, кинжалы необыкновенных размеров, сабли, пистолеты. Далее идут переодетые люди Хлынова. Оказался Наркиз. Кто? Наркиз. А, раз, два, три. Наркиз. Ура! Подожди, подожди, безобразный, куда ты? Как куда, как куда? Проехал кто это? Ну и что из того? Ну, должен я посмотреть-то ли нет? Нам из лесу-то выходить рано. А проехал-то Наркиз, приказчик Кураслепов. Вот тебе и добыльчик. А, ну, все это затеял, ты порядки наводи. Ну, вот что, тут и стой все. Тут у нас, знаешь что, привал будет. Ребята, привал! Привал! Так, парень, подряд Чехлынов, садитесь вот тут, вас из-за сарая не будет видно. Корзины в сарай несите. Маркетан, закуска, чтобы в лучшем виде. Готово-с, готово-с! Теперь расставим людей. Эй, вы там, двое. Вот, идите за бугор и хранитесь хорошенько. Так, теперь еще двое. И вон, вон еще лягурчик, который наряжен так. Идите сюда. Вот вы за кусты. Остальные в сарай. В сарай. Разбойник! Тихо! 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 Что тихо-тихо? Разбойник! Тихо-тихо! Разбойник! Сидеть не шуметь! В орлянку не играть, на кулачке не биться! Вот когда свистнул, вот тогда ты и выходи! Тихо! Тихо! Тихо-тихо! Ну? Что ж, братец-то мой, сидим? Ну, сидим. Ну, что? Листарх, первое твое старание, чтобы мне занятие было. А коль скоро у меня нет занятия, я ведь могу в тоску и в скуку впасть. А в тоске и скуке дурные мысли в голову приходят. Я могу через это похудеть. Верно? Барин, не нарушить ли нам флаконтика? Нару? Да. Нару? О, глядите! Ура! Подожди, подожди, подожди. Вот спрячься. Куда, куда? Вот вам рогожий закрывается. Вот, под рогожий. Барин, барин! Тихо, лезь под Рогожей. Тихо! Кррр... 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 Волк тебе ешь! Куды мне занесло? Из-за деревьев вышел наркиз. Сарай. Сарай. Да я опять тут, а? В третий раз? Ну, не на вождение ли это дьявольское, а? Нет, что не толкуй, но дело видимое. О, это он шутит. Это он теперь вышел. Ну, пускай бы пошутил, только в яй бы не показывался. Уж очень, говорят, видом разителен. Эй, эй, эй. Эй. На, 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 на. Я теперь дома буду. Я не робкого десятку. Перед наркисом вырастает чучело. Вот он. Другой. Третий. Я назад поверну, я оглядываться не буду. Сквозь дыры в соломенной крыше сарая просовываются палки со страшными чучелами, палки, на которые насажены пучки соломы. Из-за деревьев появляются люди в необыкновенных костюмах. Все они зловещих охочут, улюлюкают и окружают наркиса. Барин подносит наркису бокал шампанского. Ой. Ой, что это? Это что, мне? Это что, значит, надо пить? Ага. Ладно, ладно, я выпью, выпью. Ну, может быть, это зелье какое? А может, его раздарет? Ну, ладно, я выпью. Что, это еще? Еще? Ну, еще выпью. Ну, а теперь позвольте мне вас спросить, кто вы такое? Люди примерно, а лишь то другое. Мы? Мы разбойники. Разбойники? Мы разбойники. На что разбойники не похоже? На чертей вы больше похожи, особенно вот этот вот. Трепещи, трепещи. Трепещи, трепещи. Ой, все, все во мне трепещется. А мы из чужих земель. Наехали? Мы наехали. Что же вы смертоубийством занимаетесь? Нет. Ах, нет? Нет. Ну, теперь мне легче. А грабите довольно? Нет. Нет? Да что же вы не грабите? Ах, вы из чужих земель. Вы нашего народа не знаете. Наш народ смирный, терпеливый народ. Его грабить можно. Можно. Есть такие, которые не знают, куда им с деньгами деваться. Что это? Да он Хлынов, подрядчик, например. А чего его не грабить? Ему еще от этого лучше. Ну, братец ты мой, в такие забвения ты не приходи. Да я тебя убью. Не буду. Я тебя убью. Уйди. Ура. Уйди, я говорю, убью его. Не убью тебя. Да подожди. Не буду, не буду. Не буду, не буду. А хочешь, хочешь в нашу шайбу, а? Хочешь в разбойники? В разбойники? В разбойники. Эх ты, друг ты мой, единственный, как звать тебя не знаю. Но с превеликим удовольствием. Но не хочу. Отчего? Не хочу, потому что мне житье теперь малина, что только есть первый сорт. Потому что хозяин у меня глупой. Да, глупой. Послал меня с мужиками рядиться. А луга там картавил. Ой, да ведь это я не уважаю. Но, братцы мои, с хозяйкой вот я в любви. Да. Да. В любви. И во всяком согласии. Не верю. Да не я тоже не верю. Да не верю, не верю. И насчет съестного. И одним словом прочего. Ну, одним словом все. Вот как только сейчас приеду, поедем ко мне в гости. Поедем. Поедем, братец. Поедем. Вина всякого. Белого, красного и рому. И рому. И вот тут же скажу. Неси тысячу рублей, чтобы мигом тут было. И принесет. Врет. Да врет. Врет. Да врет. Ну что, ну что врет, врет. Две принесет. Ей бы только как у мужа спроварить. Но, братцы мои, любит она меня ужасно. Даже, ну даже слов таких нет. Вот на днях две тысячи своими руками принесла. Ха. Ой, друг ты мой единственный. Я сейчас же их под подушку в ящик. И ключом, значит, щелк. Но ключ на крест. Врет. И вот сейчас, как только, значит, приеду, велю тысячу рублей принести. Сейчас же в ящик, под подушку, ключ на крест. Потому что хочу я теперь в купцы выходить. Да, да, да. Вот ведь я как себя понимаю. Ну поднесли бы еще. На лекарство. Ну поднесли. Волен, Волен. Барин, вот я сейчас поеду городничему и все расскажу, чтобы за него-то плута невинные люди и не страдают. Ну ладно, ладно, ладно. Ну, Маркетан, поподчего хорошенько. Проводи до телеги. Готовы, готовы? Иди. Иди с ними, наркиз. Иди. Обиды не будет. Ах, обиды не будет? Нет, нет. Не будет, не будет. Иди. Ну это хорошо. Ну, покорнейша, благодарю вас за угощение. Я теперь дома буду. Я ведь не робкого десятка. А где же лошадь-то моя? Да вон она, вон она. Ну, что безобразный? Доволен ты? Мне бы теперь какого-нибудь благородного. Вот я бы с ним бы шимпанского выпил. Нет, ну же барышню какую-нибудь, а? Такую воспитанную, а? Институтскую. Я бы сейчас пал на колени и сцену из трагедии. Барышню. Да. Тогда вот что. Надо на большую дорогу. А тут? А тут что, проселок? Одни только богомолки и ходят. Богомолки? Да. Нет. Пойдемте-ка на большую дорогу. Эй, собирайтесь. Да, все, все. Пойдемте все на большую дорогу. Хор, начинай! Начинай! Все уходят. Барин один прячется в сарае. Из леса выходит Гаврила и Параша. Ох, я падаю, Гаврюша, падаю. Ничего, проской Павлина, вот я вас сейчас, позвольте, под локоток-то подержу. Ох, как я устала. Сил моих нет. Я с места сдвинуться не могу. Мне не дойти до города. Ничего, проской Павлина, ничего. Вы вот тут на бревнышке-то посидите и отдохнете. Ну, посидим. Не могу идти, не могу. Это вы, проская Павлина, не здоровье, а все больше от чувства. Как мне благодарить тебя, я и не знаю. Если бы не ты, мне бы не дойти. Гаврюша, как у меня голова, руки, ноги точно не свои. И как будто забытье. И в голове-то шум. И ничего у меня не болит. И так мне хорошо, приятно. Только как будто вот что-то мне представляется. А что такое? Гудит, гудит, точно вот речка по камням. Или мельница. Дурно мне, Гаврюша, дурно. Что вы, родная, поская Павлина, что с вами? Я сейчас водиться принесу. Тут где-то ключик был. Я сейчас. Пойди, пойди. Свистят. Что-то не слышу. По полюсу-то свистят. А, ну что, шалят. Пойди, пойди. Гаврила уходит. Из-за сарая появляется Бавин. Красавица, красавица. Наконец-то я нашел тебя. Параша хочет бежать, но силы оставляют ее. Подбегает Гаврила и бросается на барина. Не трожь ее. Не трожь. Я умру на этом месте. Оттронуть не позволю. Барин целится в Гаврилу из пистолета. Гаврила падает. Ах, убит, убит. По знаку барина люди уносят Гаврилу. Красавица, ты меня не узнаешь? Ой, я давно люблю тебя. Ну, зачем ты сделала меня несчастным? Я же бросил людей. Я бежал в леса. Я набрал шайку разбойников. И, наконец, наконец, ты в моих руках. Ты будешь моя. Нет, нет, Вася. Вася. Хочешь парчи, хочешь бархату, хочешь бриллиантов. Все твое. Только люби меня. Ах, нет. Нет, нет, нет. Не надо. Ничего не надо. Пусти меня. Пожалей. Прошу тебя. Молю тебя. Пожалей меня. Я не своя теперь. Я чужая. Я Васина. Вася. Вася. Эй. 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 Что за пальба, а? Идите. Идите скорее. Какую я красавицу обрящил. Да, думаю, она испугалась очень. Надо ей помочь как-нибудь. Ну-ка. Ну-ка. О, ой, девка. Первый сорт. Отдобряю. 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 Ах, вы. Ах, вы варвары. Это же крестница моя. Параша. Кура слепого дочь. Воды. Скорей воды. Вырвалась она кое-как. Так отец ее с пьяных-то глаз. По матче, но на ученью велел городничему на веревке с солдатом по городу провести для сраму. Потом в чулан закроют на полгода, не то на год. Выбей, Парашенька, Парашенька, ну, ну, выпей. По городу с солдатом? Чулан? Где он? Кто? Где Атамал? Атамал это я. Пойдем. Вместе пойдем. И я с вами. Куда? Куда? В город. В город. Нет. Нет. Я сама. Не ругаться им надо мной. Не сидеть мне в чулане. Зажгу я свой дом с четырех углов. Пойдемте. Я вас проведу. Я вас прямо проведу. Дайте мне в руки-то что-нибудь. Ружье. Да, огня. Больше. Больше огня. Парашенька. 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 Ведь это же я. Я крестный твой. Аристарк сбрасывает с себя капюшон. Ну. Ну. Крестный. Крестный. Вот это мы шутим. А это вот, Параш, это вот безобразный такой подряд чехлынов. Ты слыхала? Денег у него много, а делать ему нечего. Вот он и забавляется. А Гаврила где? Где Гаврюшка? Где Гаврила? Гаврила вырвался от нас и убежал. Эх, теперь прибежи, перемутит весь город. Ну, ничего, мы на лошадях-то раньше его будем. Слушай, Парашенька, а ведь Хлынов Ваську-то из солдат выкупил. Выкупил? Выкупил. Четыреста серебра внес. А где Васька? Васька! Васька! А вот Васька! Вот Васька! Что ты? Васька! Что ты полным нехорошо принародит? Я его теперечек себе в песельнике определил. В песельнике? Что ж, надо чем-нибудь заниматься, хлеб себе зарабатывать. Да, я его теперечек себе в кабалу взял. На цельный год. Как в кабалу? Благодетель. Нашел чем хвастаться. Из людей шутов делать. А хоть бы и шутов. Кто это мне может запретить? Человек он несостоятельный. А я за свои деньги что хочу с ним, то и делаю. Да, да, да. Нет, брат. Шутом нанялся, шутом и будешь. Барышня, пожалуйста, сейчас мы вас потешим. Сейчас мы покажем. Веселенькая. Васька, сдай свою дистанцию. А ну-ка, бери бубен и делай колено. Вася. Вася. Что тебе? Вася, зачем ты деньги брал? Что ж, в солдаты? Да. 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 Да, да. Я уж и помолилась. Я решилась. Да. Да, в солдаты. Обидно. Да зато честно это. Ведь решились мы. Ведь уговорились. Васька. Ты бы хотел. Разве ты? Разве ты? Васька. Ну, разве ты струсил? Отвечай. Отвечай мне. Струсил ты. Обробел. Васька. Ах, такой красивый. Такой молодец. И струсил. С бубном стоит. Вот когда я обижена. Что я? Что я? Он плясун. А я что? Возьмите меня кто-нибудь. Барашенька. Я для него только жила. Для него горе терпела. Я богатого купца дочь. Солдаткой хотела быть. Казар мог с ним жить. А он. А он. Ах. Крестный. Трудно мне. Духу мне. Духу мне надо. А нет. Ах. Била меня судьба. Била. А он. А он. А он. Он добил. Васька. Лошадей. Проворней. Дай бог. Сколько живую довести. Бедный ты. Бедная мученица. Один. Б Costa premier. Божеádь. Б justo. Б양. Божеádь. 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 Божеádь.